Приветствую вас! Не знаю, в курсе ли вы или нет. Ну, наверное, скорее всего, нет, я так думаю. Но, вообще-то говоря, нельзя консультировать людей через третьих лиц. Потому что это является нарушением профессиональной этики, которая, в общем и целом, очень важна при работе с людьми. Ну, надеюсь, что вы это учтете. И если действительно вы обращаетесь по просьбе мужчины, то есть мужчины обращаются по посредству вас, то вы не станете слушать данную аудиозапись, вот, а сразу обратитесь к нему и передадите ему, значит, эту запись, которую я записываю сейчас. Вот. И так, значит, она, эта запись попадет к адресату и тем самым ситуация будет разрешена наилучшим образом. Значит, прожил женщины 6 лет. Ну, вот здесь, конечно, сразу бросается в глаза то, что прожил с женщиной, говорит мужчина, ну, пишет мужчина. То есть не с женой, да, а с женщиной. То есть есть такое ощущение, что вы, я буду говорить вы, то есть обращаться буду именно к, как бы к мужчине, да, то есть непосредственному клиенту. Вот. Значит, вы называете женщиной свою жену, и это, конечно, наводит на определенные мысли. Вот. Значит, прожил с женщиной 7 лет отношения, когда они себя изжили. Чем? Я был очень заботлив с женой, всячески ухаживал за ней все годы жизни. Так. Ну, вот вы пишете, что были заботливы. Вы были заботливы. Вы были заботливы сами, потому что хотели этого, или вы были заботливы, потому что была какая-то, ну, например, необходимость в этом. На мой взгляд, это очень важный момент, вот, потому что если вы были заботливы не для нее, а для себя, то есть вы заботились о ней, потому что хотели получить что-то для себя взамен, да? То это, конечно, весьма и весьма важный момент, вот, который ни в коем случае нельзя сбрасывать со шипов, потому что получается, что были некие основания выстраивать отношения именно так, именно таким образом, вот. И здесь, конечно, важна субъективная сторона, да? То есть, как вы пришли к тому, что о своей жене не заботиться, ухаживать за ней, как вы говорите. То есть, ну, тут вот, ухаживание мне почему-то видится не как гендерное ухаживание, да, то есть, когда мужчина ухаживает за женщину, вот. Мне здесь почему-то кажется, что речь немножко о другом. Мне здесь кажется, что ухаживали вы за ней как, как будто за своим ребенком, может быть, своим питомцем, может быть, вот. Что в итоге и, вероятно, повлияло на то, как вы стали ее воспринимать. Вот, хотя это, конечно, в данном случае предположение только, вот. И это нужно исследовать более, ну, более детально, чтобы понять, так это на самом деле или нет. Дальше. А, так. Помогал развиваться в профессии, всегда поддерживал в проблемах, общались много и часто. Ну, то есть, речь опять же идет о вашей активности. Какая эта активность? Как она проявлялась, эта активность? Вот. А насколько вы жили в своей жизни, проявляя активность? Это, конечно, детали. Это, конечно, очень важные моменты, которые, ну, вот, на мой взгляд, нужно изучать. Ну, потому что это важно. Вот. А, как я думаю. Далее вы пишете о том, что вы скучали. Точно интересный, довольно, довольно интересный момент, да. А, значит, вы скучали, вы как? То есть, что вы подразумеваете под этим, под тем, что вы скучали? Как у вас это проявлялось, то, что вы скучали? Конкретно у вас? Как? Как вы это поняли, что вы скучали? И так далее. Это очень важный на самом деле момент, если мы хотим разобраться в этой ситуации. Далее. Стал домоседом, хотя дома с женой отношения были прекрасными. Вот здесь, здесь, на мой взгляд, как раз-таки не совсем понятна хронология. То есть, вы заскучали и стали домоседом? Или вы заскучали, потому что стали домоседом? А если стали домоседом, то, опять же, вопрос, по какой причине? Ведь у вас никто домоседом становиться, я так понимаю, не доставлял. И тем не менее, вы им стали. Значит, у этого были какие-то свои причины. И, конечно, меня интересует, что это были за причины. Какие это были причины, что вы стали домоседом? Дальше. Так. Возможно, депрессия напала из-за того, что много работал, плюс проблемы с сосудами были, сильная сонливость. Интересный вы пишете, на мой взгляд, момент. Вы пишете о том, что много, много работало. А много работ, много, это сколько? Много, это как? Много, это зачем? То есть, вы, получается, были с трудоголиком, получается, что вы работали на износ, и для чего, плюс у вас имелись явные проблемы со здоровьем. Вот. То есть, тут опять же вопрос того, почему вы себя изматывали. То есть, изматывание ваше, оно, скорее всего, не было случайным. Вы изматывали себя, потому что у этого была какая-то цель, у этого был какой-то смысл. Для вас, я так думаю. Так что, здесь тоже важно понять, как так вышло, что вы о себе не заботились, что вы себя не ценили, ну, наверное, даже не любили настолько, что вот, ну, настолько, что даже не отдыхали. Далее, депрессия, которую вы у себя увидели, ну, или, по крайней мере, про которую вы говорите. Депрессия. Депрессия, штука серьезная, это заболевание. Вот. И если у вас действительно была депрессия, то вы, по идее, ну, должны были обратиться за помощью к врачу, психотерапевту, психиатру, чтобы он вам помог. Но вы не обратились. При этом говорите о том, что у вас депрессия. Вот. И тут тот же момент. Получается, что вы загнали себя в угол, загнали себя в определенное состояние. Вот. А после этого, в наших, в наших, по этому поводу как-то комплексовали, переживали и так далее. Дальше. Так. Черт дернул познакомиться с женщиной, с которой завязал Тарама. Ну, вы знаете, вот, когда говорят, дернул черт, всегда невольно улыбаюсь. Потому что, вообще так говоря, никакого черта нет. Есть ваши желания, которые вы, совершенно очевидно, себе подавляли. Ага. Есть какие-то ваши попредственности, которым вы, очевидно, не давали. Ага. Спорили дворябцам. Вот. Есть некая не свобода, а, значит, которую вы терпели в силу ряда причин. И вот, собственно говоря, это все и привело к тому, что вы познакомились с этой женщиной. То, что вы не получили от твоей жены, вы получаете от другой женщины. Вот. От новой женщины. Так что здесь не черт. Здесь ваше желание. А черт, это, в данном случае, избегание ответственности. Ответственности. Вы простите, что я так, может быть, несколько грубо об этом говорю. Но, тем не менее. Дальше идем. Так, решил уйти из семьи. То есть, по сути, вы, находясь в одних отношениях, да, с женой, приняли решение, принимаете решение, уйти к другой женщине. По факту и по сути дел, не закончив одни отношения, вы начинаете отношения другие. Здесь все происходит, к сожалению, по классике, в том плане, что то, чего вам не хватало с женой, вы пытались реализовать с другой женщиной. Вот. То, что вам, то, что вы не могли реализовать с женой, вы пытались реализовать с другой женщиной. Вот. И по итогу просто следовали своим желаниям вашим. Решил уйти из семьи, да, то есть, для чего? Жена была в полнейшем щеке в полном. Здесь вы как будто смакуете вот это вот чувство, что вы делаете какие-то, ну, неправильные вещи. То есть, здесь вы как будто, знаете, переживаете снова и снова вот то, что она была в щеке. Чувствуется в некоторой степени болезненность этого состояния. Когда вы словно бы бичуете себя за то, что ваша жена была в щеке. Хотя она тоже участвовала в отношениях. И она видела, скорее всего, видела, что вам, ну, как-то не по себе, что вам тяжело, что вам некомфортно, что вам... Хочется чего-то, ну, чего-то, чего-то другого, я имею ввиду. Хочется, может быть, разнообразия какого-то. Вот. То есть, это вообще-то говоря, в целом, это всё нормально, всё это вполне естественно. Вот. Только вы, получается, ответственность возлагаете только на себя. И ни на кого больше. А вот это вообще не совсем правильно. Потому что за то, что происходит, значит, ответственны не только вы, но и ваша жена тоже. И, на мой взгляд, её щёковое состояние, это, вроде, такая защита. Вот. Дальше. Я настаивал, хотел уйти, так как понял, что с женой попал в какой-то вакуум. Здесь, опять же, я чувствую, что вы как будто преисполнены чувством вины. Есть такое ощущение, да, что вы себя, ну, вините. Вините себя за то, что произошло. Обвиняете себя. Обвиняете себя. Обичуете. Вот. Сейчас особенно. То есть, она была в шоке. А я настаивал. Вот. То есть, как будто могло быть по-другому. Вот. Но вы, скорее всего, так и считаете, что вы всего этого делать не должны. Были. Только. Опять же. Вопрос. Тогда. Как быть с вашими желаниями? Ведь всё это, что произошло, это следствие кризиса. Причём, кризиса не только вашего, но и жены. Вот. Дальше. Идём. Так. Значит, я настаивал, хотел уйти, так как понял, что с женой попал в какую-то вакуум. Не видел перспектив своего развития. Казалось, ничего уже не хочу делать с ней. Ну, интересно, что свои перспективы развития, именно свои перспективы, вы связываете с конкретным человеком, со своей женщиной, со своей женой. Тогда как в норме, в норме, в норме, свои перспективы всё-таки связывать, именно, только лишь с собой и, эээ, с, эээ, своими силами, своими ресурсами личными. Всё, всё это как бы лично, всё лично ваше. Вот. Ну, а вы, по какой-то причине, эээ, связывали это непосредственно с женой. Вот. Да и, собственно, делать что-то вместе, эээ, тоже, если делать, то, исключительно по желанию, исключительно по, эээ, значит, значит, по потребности, по порыву. Если угодно. Вот. Но ни в коем случае не, эээ, не вот так, как это у вас, эээ, происходилось, как будто вы видели в этом, эээ, своего рода обязанность. Хотя я, безусловно, эээ, этого не утверждаю на сто процентов, но выглядит, выглядит это именно так, к сожалению. Дальше. То есть, эээ, ваши перспективы не зависят от другого человека. На самом деле, вообще ни от кого не зависит, зависит только от вас. Поэтому здесь, ээ, можно, поднять вопрос о вашей самостоятельности. То есть, о том, насколько вы самостоятельны, о том, насколько вы самодостаточны, эээ, значит, ну вот, в своей деятельности, в выборе, эээ, целей, приоритетов, задач и так далее. Вот. Элемент это, конечно, очень и очень важный. Ну, потому что, эээ, это один из, ээ, один из ваших доводов, одна из ваших, ага, один из ваших аргументов, который вы используете, который вы использовали тогда для того, чтобы уйти от жены. Вот. И, конечно, я полагаю, что это нужно исследовать. Конечно, я полагаю, что, ээ, надо смотреть, как вы это всё, эээ, связываете друг с другом. Как вы это всё, эээ, коррелируете друг с другом. Вот. Потому что, эээ, вот вы сейчас, эээ, сейчас, эээ, сойтись хотите, да? Ну, может быть. Но, ведь, эээ, если вы ничего не сделаете для того, чтобы, эээ, ситуацию исправить, ээээ, то вы столкнетесь вновь, ээээ, с теми же проблемами, которые у вас были и, может быть, даже и есть. Понимаете, какая история? То есть, ээээ, это в некоторой степени детская позиция, которую вы, которая сейчас у вас, ээээ, желание вернуть всё, как было, игнорируя прошлый опыт, игнорируя то, что каждый из вас, эээ, возможно, вынес в этой ситуации, да? Вот. И игнорируя то, что каждый из вас, благодаря этой ситуации, может быть, приобрёл. Вот. То есть, это позиция, в некоторой степени детская. Надеюсь, что вы меня здесь поймете. Дальше идём, эээ, значит, следующий аспект, о котором вы пишете, это то, что полгода мучил жену, которая объясняла, сколько у нас перспектив и сколько ещё, много можно сделать вместе. Ну, в принципе, здесь уже прослеживается определённая зависимость, ну, ваша личная зависимость друг от друга. То есть, каждый из вас уже, эээ, проявляет элемент зависимости, вы мучаете её, она пытается удержать вас, удержать вас, эээ, унижает. И проигрывая вам по этой причине, то есть, высказывая, эээ, ну, высказывая факт, эээ, нужды, эээ, вот, вас, что безусловно, эээ, не шло на пользу отношениям, да и, в принципе, не могло пойти. Вот, то есть, как правило, не бывает, эээ, такого, что, если один из партнёров, эээ, собирается уйти, да, то у другого получается уговорить его не уходить. Такое случается очень редко, а если и случается, то, ээээ, если и случается, то отношения такие, они долго не живут. Потому что, эээ, у людей, эээ, меняется восприятие себя и восприятие партнёра. Вот. Дальше. То есть, она пыталась вас удержать. Эээ, значит, дальше вы пишите, нет, как баран руком упёрся. Вы знаете, вот есть, эээ, некая, как бы вам, как бы вам сказать. Есть некая, эээ, поэтичность, что ли, эээ, в том, что вы пишете, что наводит о том, что либо в вас, ээээ, пропадает, ээээ, хороший писатель, вот, либо, либо история изменена, то есть, изначально она, она, ну, выглядела, ээээ, совсем иначе, совсем по-другому, вот, либо она, эээ, зачем-то и для чего-то, ээээ, была, эээ, придумана, придумана, вот, хотя я, безусловно, никого не обвиняю, эээ, сейчас в том, что, там, это какой-то развод или плагиат. Тем не менее, мне очень важно понять, эээ, что вы вкладываете в это самоуничижение, эээ, обесценивание, по сути, своих желаний, которые у вас есть. То есть, вы говорите, я как-бы, как баран, упёрся, но, простите, простите, вы, ээээ, сейчас, ну, точнее, тогда, вы боролись, боролись за своё счастье, вы боролись за то, что вам казалось, ээээ, правильным и верным. И было бы довольно странно, если бы вы не упёрлись, как баран, потому что, в таком случае, тогда, вас можно было бы назвать неуверенным в себе, ветреным и так далее. И вряд ли бы, в таком случае, ваша жена, эээ, воспринимала бы вас ещё более серьёзно, скорее всего, эээ, с точностью, да, наоборот. Вот. Вот. Ну, это, опять же, ээээ, зависит от того, насколько вы уверены в себе, в данном, данном, эээ, данной ситуации. Да, значит, сразу не ушёл, потому что вторая дама из другой страны решали формальности. Ну, а вы сами, эээ, где собирались, ээээ, жить? То есть, вот, ээээ, вы могли бы уйти, да, ээээ, просто в новую жилплощадь, например. Ну, то есть, ээээ, подготавливать, например, например, эээ, её жилплощадь, да, но вы не уходили. Вы не уходили. И это, конечно, весьма-весьма, ээээ, интересный, на мой взгляд, аспект, потому что, ээээ, чувствуется здесь у вас, эээ, возможный сматма. То есть, я вот всё делаю, но от своей жены не ухожу. То есть, я играю, играю в игру, но не ухожу. Не делаю решающий шаг. Вот. Здесь, конечно, ээээ, играет некоторую роль то, что мы знаем о вас. Здесь, конечно, играет некоторую роль то, что вы нам уже рассказали, по поводу того, что потом вы, эээ, не захотели свою сыну, ээээм, терять и так далее. То есть, это, конечно, эээм, определённую роль сыграло. Вот. Но я думаю всё же, ээээ, я думаю всё же, что вы боитесь, вы боялись точнее. И, боитесь, эээ, я так думаю, что до сих пор. Вот. Потому что я ещё раз повторю, ну вот, ага, приедет женщина, да, допустим. И что вы будете делать? Так. Ээээ, значит, переживала жену, как она без меня. Ну вот, это уже созависимость, да, это уже даже, может быть, не созависимость, а потребность в жалости. Определённую. Она справилась, я буду помогать, что она найдёт кого-то, а она не будет, как мог, помогал, ну и что, нашла она мужчину. Ну, то есть, по сути, вы играли в родителя, вам этого не хватало. Эээ, тут меня накрыло. Понимаешь, упала самооценка, пробовал себя настраивать, не получается, и всё тут. Эээ, упала самооценка, а из-за чего? Эээ, то есть, вот, что конкретно произошло? Какие, ээээ, конкретно мысли вы, вы, ну, вот в тот момент, эээ, видели у себя? Какие? Вот, конкретно мысли, какие у вас были? Вот, вот вы говорите, а, упала самооценка. Эээ, в чём, в чём? Ведь, эээ, вы рассчитывали, что жена уйдёт. А может быть, вы не верили, что она уйдёт? Не хотели в это верить, что она уйдёт? Такое тоже может быть. Вполне. Согласитесь, да? Наверное. Вот. И, вот нужно разобрать, эээ, вследствие чего ваша самооценка упала. На самом деле, это очень важно понять, из-за чего она упала. Эээ, потому что здесь, вновь, вы не отвечаете за свои действия, за свои поступки. Вот. И это, это очень привозный момент. Ну и, кроме того, вы довольно, эээ, довольно эгоистично, скажем так. Эээ, значит, здесь себя ведёте. Вот. Довольно эгоистично здесь вы себя позиционируете, потому что, вот, стоило жене уйти, и вы тут же, значит, начали бояться. Что говорит о том, что всё это происходило не серьёзно. Опять же, для реализации ваших желаний это был своего рода бунт. Но, но, бунт, это как дым, да, то есть, у дыма есть огонь, вот, и у бунта есть основание. Упал жене в ноги. Эээ, говорю, давай пробовать вернуть всё, эээ, вернуть всё. А что именно вернуть? Вот, это детская позиция, о которой я говорил. То есть, вот сейчас я возьму и всё исправлю. Не получится, так, исправить. Вы дали новый опыт, если не, вы получили новый опыт, по сути, сами, и оба поменялись. Такими, эээ, какими вы были раньше, вы уже не станете. Так, ведь очевидно, любим друг друга. Ну, не знаю насчёт очевидно. Вам навкучило ваше поведение. Ваше поведение убеждало её в обратном. Ну, а её поведение, оно, в общем-то, тоже, знаете ли, не самое взрослое. И не говорит о том, что человек, вот, полноценно способен любить. Вы простите меня за такую откровенность. А если бы очень ухотел, ушёл бы не тянул. Здесь вы противоречите сами себе. В принципе, эээ, вы, я бы сказал так, эээ, дискредитировали полностью себя этой фразой. Если это то, что вы ей сказали, то вы себя дискредитировали полностью этой фразой. Почему? Объясню. Дело в том, дело в том, что ваша жена увидела непоследовательность ваших действий. То есть, если бы очень хотел, ушёл бы не тянул. Раз тянули, значит, выходить не хотели, но её там мучили. А значит, либо вам плевать на неё, либо вы её, ну не знаю, мучили сознательно, шантажировали её или что-то ещё. Она плачет и говорит, что её предал, что я её предал, и она мне не верит. И да, это действительно так. Ну, дело не в том, что вы её предали. Насчёт предательства, это... Нужно разбирать. Насчёт предательства. Нужно разбирать. Насчёт предательства. Ну вот. Я полагаю, что... Понимаете? Вот здесь как раз, да, здесь предательство. Это действительно так. Но... Ещё раз повторю. За то, что происходит, ответственность несёте вы оба. А не только вы. Поэтому тут нужно работать. А я присидел на стуле ровно последний год, никуда с ней не хотел ходить. Ну, опять же, здесь непонятно, как у неё, какое у неё отношение к вашей болезни, да. То есть сильная сонливость, пишите вы с сосудами, как она это принимала, и как она воспринимала всё то, что вы делаете. Такое ощущение, что она просто взорвалась, ну, решила взорваться, да. И... всё. То есть вот, у неё порыв возник, возник, порыв, взрыв. И на вас сразу всё с копом она начала выливать. В том числе, что ей надоело жить в болоте. Вот. Она даже не хотела уходить. Она сама уговаривала вас, что вы столько вместе ещё можете сделать. Обычно за болото не держится так. Да? Вот. А тут получается история вот такая. Это странно. Как минимум. Вот. Поэтому, я полагаю, вот здесь у меня возникла мысль, что вы оба не свободны, и вы оба жили, будучи не свободными. Оп. К сожалению. Ну, к сожалению. К сожалению. Вот. Говорю, я прилечил сосуд, и апатия ушла, франливости нет, и останусь активным, и учту ошибки. Но это ничего не значит, потому что дело не в физической болезни. Вот. Я думаю, вы и сами понимаете, как обстоят дела. Да? То есть, я думаю, что вы сами отдаёте себе отсчёт в том, что происходит. Поэтому, поэтому дело здесь не в болезни, не в болезни, абсолютно не в болезни. Дело. Вот. Ну, её ответа нет, и всё. Это, в принципе, правильный ответ. Хороший ответ. Вот. Слышит, но нет. Ушла. Замазвони, приходит, снова уходит. Но это скорее, вы знаете, это привычка. Это привычка. Это просто привычка. Такая. У человека. Вот. Не столько, как у человека, не столько, что у человека. Вот. Желание быть с вами. Вот. Сколько именно привычка непосредственно к вам. Вот. Как это, ну, как это мне видится. По крайней мере. Вот. И тут, конечно, есть несколько, несколько, несколько важных аспектов, которые мне хотелось бы, хотелось бы до вас донести. Например, аспект такой, что, вот, ваша женщина, да, с какой целью она приходит? Зачем она приходит? Что ей нужно? Да? От, ээээ... От вас. Вот. Вот. Вот эти все тонкости и детали нужно разбирать с ней. Не с вами. С ней. Дальше. Значит. Так. Сама звонит. Приходит, но вы уходите. Мужика не бросает, встречает с ним в паре. Ну, вы позволяете ей приходить. То есть вам, вам, вот, эээ... Помочь ей, а вы очень пассивно здесь. Эээ... Вот. То есть вы идете на поводу у своих желаний, по сути дела. Так. Мужика не бросает, встречает. Ну, то есть тоже использует его, как для получения того, что не хватало с вами. Она приходит, говорит, плачет, говорит, что со мной никто не сравнится, что любит и не прощает сразу. Ну, это прощает, ну, нужно понять. А это не так просто. Эээ... Как справиться с дурдомом? Это не дурдом, это кризис. С кризисом можно работать, но для этого нужно работать с вами и с ней. Оба рыдаем, а назад они не возвращаются. Ну, опять же, куда возвращаться? Куда возвращаться, если вы ничего не меняете? Если вы в своей жизни не меняете. Вы не меняете в своей жизни, не меняете свою деятельность. Вы сами не развиваете в данном случае. Эээ... Неужели это все? Совсем? Надо смотреть. Если она, например... Эээ... Если она, например... Хочет... Вас... Простить. Если она, например... Хочет вас... Эээ... Принять. Скажем так. Эээ... Что... В таком случае, я думаю, что... Все возможно. Более чем. Реально ли зайдись, если оба жены изменяли друг другу? Да, реально. Если оба друг другу уже не верим. Да, реально. 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 Та женщина готовится к приезду, а я в полном ауте. Ну... Вам... Нужно... Отказать... Эээ... И... Отменить все, если... Вы... Эээ... Надо исследовать. Вполне вероятно, что вы просто... Эээ... Эээ... Ну... Вы просто не хотите терять то, во что вкладывали столько сил. Такое может быть. Вполне. Вот. То есть, здесь нужно исследовать именно то, как вы воспринимаете ту женщину, как вы воспринимаете свою жену и так далее. Я полагаю, что вам станет понятно. Вот. Ну и видеться вам со своей женой и с той женщиной тоже не стоит. Вот. То есть, вы можете... Ээээ... Сказать, эээ... Эээ... Сейчас... Эээ... Есть... Эээ... Проблемы. Вот. Вы можете сказать той женщине, что у вас сейчас сложности. Вот. И чтобы она пока подождала. Вот. Вычемлённые ли это самооценки самолюбия? Эээ... Нужно разбирать. Что нужно разбирать? Эээ... Скорее ревность. Банальная ревность. Вот. Ревность, она связана с тем, значит, что вы не чувствуете себя значимым. Вот. Вот с этим связана ревность. Вот. Ну, как правило. Как правило. Вот. Все это можно поправить при желании, при необходимости. По этому все. Надеюсь, что помог вам. Эээ... Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Лихо. 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 Продолжение следует...